Значит, мы в тот раз закончили на том, что сформулировали теорему Хана-Банаха и стали к следствию из нее записывать. Так вот, то следствие, которое я записал, оно на самом деле неверно, и поэтому мы его только не смогли доказать. Так что давайте мы сейчас пару следствий сформулируем. То можете вычеркнуть, все там перечеркнуть большим крестом. Так, значит, следствие 1. Следствие 1. Итак, значит, пусть х – это некоторый элемент нормированного пространства. Тогда существует такой линейно-ограничный функционал, что… Так, немножко засвечивает, да? Такое, что выполнено два условия. f от х равняется норме х, и норма f равняется единице. От первого следствия. Так, ну, давайте докажем. Значит, ну, сперва определим линейное подпространство L следующим образом. Как альфа х, где альфа х – это вот заданный элемент. Давайте, может быть, не х, а х0. Потому что х немножко путает, да? Альфа х0, где альфа – некоторое число. Так, ну, видно, что это линейное многообразие. Ну, аж более того, замкнуто линейное многообразие, то есть линейное пространство. Так, и давайте определим функционал f на L следующим образом. Ну, f от альфа х0 давайте определим как х0. Можем же так определить, да? Ой, нет, так нельзя определять. Как альфа, альфа, конечно, альфа. Ну, давайте найдем норму f на L. Это, значит, супремум по всем. Ну, по сути, по всем альфам. Потому что альфа у нас задает все элементы пространства, да? Так, модуль f от альфа х0 поделить на норму альфа х0. Так. Так. Ага. Продолжение следует. А вот и не так надо определять. Смотрите. А, мы же хотим, чтобы f от x0 равно x0. Значит, здесь надо альфа на норму x0. Любого. Ну да. Вот, если мы определим, то условие будет выполнено. Значит, первое условие, f от x0, то есть когда альфа равна единице, равна норме x0. И найдем норму этого функционала. Получаем, что у правил по всем альфа. Ну, здесь, конечно, альфа не 0. Значит, альфа на норму x0 определить на... А здесь модуль нам не поставить, да? А здесь получаем модуль альфа на x0. Видите, альфа делен на модуль альфа, это либо плюс 1, либо минус 1. Значит, у правил равен единице. Все. Значит, норма f на n равняется единице. А дальше из теоремы Хана-Банаха следует, что существует функционал f большое из x, v. Такое что? Ну, дайте, ограничение f на l равняется f маленькому. Ну, вот эта запись, f на l, это что значит? Это, собственно, функционал из l в r такой, что для любых x из l f от x равняется f от x. Ну, вот этот вот f большой, есть продолжение палого на все пространство. Значит, вот искомый функционал f, это f, есть продолжение. Ну, давайте лучше так, не f продолжение, а вот так напишем. Значит, дальше f можно продолжить на x. f продолжается. f на x без увеличения норма. Вот. И при этом вот норма f равняется единице. Ну, да, вот как-то так. Знаете, что? Мне нравится этот f. Давайте, вот тут существует f большой. f большая. Вот тут 0, и тут вот f. Вот. Ну, тогда вот f продолжается на x большой, это есть как раз искомый функционал f большой. Вот, первое следствие из теоремы Хана-Банаха. Так, понятно? Это первое следствие. Мы вот что-то в прошлый раз тут заблудились в двух соснах, потому что... А что-то у меня в голове перемешались немножко. Это первое следствие. Еще одно следствие, которое сейчас приведу. Значит... Вот. Это первое следствие. Значит, в том, что существует функционал с единичной нормой, который на заданном элементе x0 равен норме этого элемента. Вот такой функционал всегда есть. Далее. Следствие 2. Следствие 2 вот такое будет. Оно крайне полезно и часто будет применяться. Значит, если для любого функционала f из сопряженного пространства на заданном элементе x выполнено f от x равно 0. То есть, для любого функционала f от x равно 0. Так, что-то видно. Отсюда следует, что x может быть только 0. Вот если f от x всегда 0, для любого функционала f, то x 0. Доказательство от противного. Пусть x не 0. Пусть x не 0. Ну, тогда существует функционал f большое, такой, что f от x равняется норме x. А, ну, да. Значит, предположим, противно, что значит, x не 0, значит, существует f такое, что f от x равняется норме x, ну, и норма f равняется единице, да, то есть, f имеет ограниченный функционал. Ну, это противоречит тому, что для любого f f от x равно 0. Ну, ведь норма x это не 0. Значит, поскольку x не 0, то и норма x не 0. Значит, мы предположили противное, что для всех f f от x равно 0, но при этом x не 0. Ну, тогда существует функционал f такой, что f от x равняется норме x, и норма f равна единице. Но норма x же не 0, значит, есть такой функционал. Вот противоречие все. Что элементарно. Так, следствие 3. Следствие 3 такое. Пусть задано электролинейное многообразие l. линейное многообразие. Это вот как раз то свойство, которое я в тот раз, значит, пытался записать. Значит, пусть d, ну, пусть задан какой-то элемент x, такое, что расстояние от x до l, то есть напомню, что это такое, это инфимум по y и z от нормы x минус нормы y, равняется d. d больше 0. То есть существует x, расстояние до которого больше 0. давайте я его, наверное, знаете, тоже я его обозначу x 0. Вот тогда существует функционал f такой, что первое. f от x 0 равняется единице. Второе. Норма f равняется единице, деленное на d. И при этом, а третье, самое важное, это f от y равняется 0 для всех y из l. То есть на всех элементах из линейного пространства y нулевой. так, ну вот давайте докажем. Первое. Давайте определим пространство l1, которое есть прямая сумма l и пространство вида альфа x 0, где альфа из r. Ну вот то, что мы делали в доказательстве теоремы Хана-Банна. Так. Давайте зададим функционал, давайте теперь f0. Функционал f0 из l1, который действует по правилу. f нулевое от y плюс альфа x 0 равняется альфа. Ну, проверьте сами, что он линейный. Что он линейный. Это функционал. Давайте норму f0 вычислим. Ну, норма. Ну, поэтому на l1 уже определён. Значит, это supremo по ненулевым альфа от модуля f0 от альфа плюс x0 поделить на норму y плюс альфа x0. Ну, здесь будет модуль альфа. А тут будет а здесь я вот такой трюк сделаю. Я вынесу альфа. Так, что-то здесь не хватает. А, ну здесь не только альфа. Да, здесь же, конечно, ещё y из l. y из l. Все элементы из l. Значит, модуль альфа вынесем. Здесь что останется? x0 плюс единица на альфа y равно так, слушайте, давайте я вот так сделаю. Как бы вот тут сопрямо не переписывать, да, просто продолжаю выкладку. Единица, делённая на x0 плюс единица на альфа y ну, смотрите, y любой, альфа любой, да, при этом единственная альфа y это всегда элемент из а, это всегда элемент из как? Так, видно, что я там пишу там? Вроде видно, да. Что-то там фокус плохо не заводит. Нормально, так. Вот. Значит, смотри, дайте закрою вот эту скобочку. Значит, равно. Значит, получаем супремум по всем. Ну, давайте я y штрих обозначу из l и даже вот я, наверное, вот так вот напишу. Единица, делённая на x0 минус y штрих. То есть y штрих это дайте сюда вот y штрих это единица на а минус единица минус 1 на альфа минус так и на y. Да, то есть если y альфа любое число, любой элемент l то y штрих уж точно тоже, значит, произвольный элемент l. Но ведь смотрите, вот этот супремум когда будет достигаться? Когда вот здесь вот будет стремление к инфинуму, да? То есть если мы дробь если знаменатель уменьшаем, дробь увеличивается. Значит, это есть единица, делённая на инфимум по y штрих из l вот x0 минус y штрих. Но ведь это же есть не что-то как d. Всё-таки единица на d. вот значит, видите, вот три условия, в которых наш функционал удовлетворяет. Так. отлично, вот. Так, что-то снизу немножко не вылезает в кладер, да? Так, теперь сверху за свечу. Так. Здесь немножко моргает. Вот оно, да. Я здесь в кладер, да? Так, ну давайте обратно приставлю. Так. Хорошо. Так. Ну вот. Вот три следствия с теоремой Хана-Банаха, но она нам часто будет ещё нужна, эта теорема. Это такая фундаментальная теорема функционального анализа. Так. Давайте вот ещё вот, смотрите, интересное определение, которое, значит, является неким таким обобщением ортогонального дополнения на Банахово пространство. вот множество он даже также обозначается L со значком перфендикуляра. Это множество функционалов F из X сопряжённого таких, что для любых X из L F от X равняется нулю. Вот это вот множество называется аннулятором линейного пространства аннулятор. Значит, называется оно аннулятором L Вот. Ну, смотрите, значит, что это такое. Ну, по сути, вот, как бы, вот, вот, там просто, там скалярное произведение. Здесь нет скалярного произведения, поэтому здесь множество, как бы, функционалов, на которых значит, зануляются элементы из линейного пространства, вот, вот, сейчас таким образом. Но здесь, смотрите, да, некое такое, получается, в ефлеевых пространствах это то же самое, что ортогональные дополнения. про это мы еще чуть-чуть побольше поговорим, здесь одно и то же значение, но, да, я сегодня, наверное, сегодня как раз вот мы теорема Рисса, я думаю, сегодня мы еще успеем разобрать, вот, как раз из нее только так, что же никак не поймаю, так вот, ага, вот, ну, да, я постараюсь там не написать, наверху тоже, так, вот, значит, вот, здесь такая вот геометра, я в терминах двойственного пространства уже, но, давайте мы теперь, значит, вот дальше перейдем, сейчас чуть подробнее поговорим про сопряженные пространства, значит, поподробнее про сопряженные пространства, ну, да, кстати, сопряженных пространств еще и двойственные будем называть, да, сопряженных пространствах, так, ну, я напомню, значит, х сопряженная, Это множество всех линейных ограниченных функционалов на x. Значит, в этом пространстве уйдется норма. Норма f – это супремум. Ну так, мы несколько вариантов для записи этой нормы использовали. f от x. Можно так, можно там. Можно вот так. Давайте еще раз. Там перемешное отличие, что говорится. Не 0, f от x, деленное на норму x. Кстати, одно и то же мы доказывали. Вот. Это вот так определяет сопряженное пространство. Вот утверждение о, так сказать, свойствах сопряженного пространства. Сопряженное пространство – это всегда полное пространство. Какое ни было x, сопряженное будет полным. Полное пространство – это то пространство, в котором любая фундаментальная последовательность сходится. Давайте посмотрим. Значит, пусть у нас есть фундаментальная последовательность функционала. Значит, что значит, что она фундаментальная? То есть, fn минус fn стремится к нулю, когда n и n стремятся к бесконечности. Вот как бы они стремились к бесконечности, это будет к нулю стремиться. Давайте вот, что я запишу. Давайте теперь рассмотрим значение fn от x на некотором элементе. И рассмотрим такую последовательность. fn от x минус fn от x по модулю. Значит, это же и есть в силу линейности. fn минус fn. Точнее, в силу определения разности функционала. fn от x. А теперь применим неравенство, которое мы на прошлой лекции записали. Это меньше или равняется, чем fn минус fn умножить на норму x. Но норма x – число конечное. А fn минус fn – это фундаментальная последовательность. Значит, это к нулю стремится. Следовательно, вот эта последовательность, но это уже числовая последовательность. Фундаментальная последовательность фундаментальная. А раз она сходится, то существует предел. Существует fx равное на x. Так, ну, я утверждаю, что fn сходится к f по норме сопряженного пространства. Так, ну, давайте мы это пока еще не выяснили. Это надо бы доказать, да? Что имеет место такая сходимость. Ну, первое. Надо бы проверить, что f линейный ограниченный, да? Ну, значит, почему линейный? f от альфа x плюс бета y – это что такое? Это же предел. Н стремясь к бесконечности. Альфа f от fn от x плюс бета fn от y. Но это же есть не что иное, да, как альфа, в силу свойств предела, альфа f от x плюс бета f от y. То есть это функционал линейный. Далее. Значит, будет ли он ограниченным? Будет ли он ограниченным? Ну, вот это надо проверить. Так, сейчас. Давайте докажу, что он ограничен. Так, значит, давайте наверх буду писать. Ну, смотрите, в силу фундаментальности, то для всякого ε больше 0 существует n большое, такое, что для n и m больше, чем n, fn-е минус fn-е меньше или равняется ε. Ну, значит, справедливое неравенство. fn-е от x минус fn-е от x меньше либо равняется, чем ε на норму x. Ну, это когда n и m достаточно большие. Теперь давайте мы m устремим к бесконечности. Что тогда получим? Что fn-е от x минус f от x, это же предел, меньше либо равняется, чем ε на x. Так, вот. Значит, ну, тогда, смотрите, норма fn-е минус f, значит, меньше либо равняется, чем, значит, супремум. А, ну, здесь проще всего, наверное, вот так. Так, нет, сейчас. Да, давайте вот тогда супремум по x не нулевым fn-е от x минус f от x поделить на норму. Ну, видите, это же меньше либо равняется, чем ε, значит, здесь будет ε на норму x, деленное на норму x. То есть это меньше либо равняется, чем ε. Следовательно, вот этот функционал fn-е минус f ограничен. Ограничен. Ну, давайте лучше так. И минус fn-е от f тоже ограничен, да? А, ну, и ладно, раз мы это показали. Это ограничен функционал, да? Ну, а значит, так, fn-е минус единица на fn-е минус f и минус, точнее, fn-е, ну, что есть f, да? Мы f можем так представить. Плюс, да, плюс, здесь минус, чтобы скратилось, чтобы... Сумма ограничен функционал, значит, он тоже ограничен. Значит, f-ограниченный функционал. Ну, осталось только проверить, что fn-е сходит. То есть, так, что нам осталось проверить? Надо осталось проверить, что... Так. Так. А, ну, здесь, смотрите, что здесь получается. Для всякого эпсилона ведь существует n, да? Такое, что для любого n больше, чем n, как мы здесь показали, fn-е минус f по норме меньше грон, чем эпсилон. А это, собственно, и есть определение сходимости, да? То есть, fn-е сходится по норме сопряженного пространства к f. Вот. Доказали. То есть, в... Значит, в... Значит, сопряженное пространство всегда полное, каким бы ни было исходное. Так. Есть вопросы на текущий момент? Так, все ли понятно? Так, давайте посмотрим, кто-то почти пришел. А так, вот тут есть, так, 12 человек. Так, понятно, да? Ага, ну, хорошо. Так. Ну, давайте вот, наконец-то мы о Теореме Рисе поговорим сейчас, о которой я уже давно на семинарах. Вот, на рассудении, как мы до нее на лекциях не дойдем. Ну, начнем мы давайте с простого. Ну, давайте так назовем. Общий вид. Общий вид. Линейного ограниченного функционала. Общий вид линейного ограниченного функционала. Ага. Так. Вот. Давайте вот в разных пространствах мы это разберем. Вот есть пространство Р, П, Н. Вот. Значит, конечномерное пространство с нормой. Норма Х равняется, значит, сумма по К от 1 до Н, Х, К, Т в степени П, и все в степени Х на П, значит, где П, так, от 1 до бесконечности, не включая их. Но есть еще специальный случай, R1, а не, 1 спокойно. 1 спокойно. А вот R бесконечность, Н, здесь норма определяется как максимум. ОК от 1 до Н, норма Мелмодельск-Картова. Вот. Значит, вот давайте посмотрим, как в этом пространстве будет выглядеть линейный ограниченный функционал. f от х. Но в конечномерном пространстве есть базис. Вспоминание линейного алкоголя. То есть в любой х представим в виде разложения по сумму по К от 1 до Н, Х, К, Т на Е, К, Т. Е, К, Т это базисные векторы. Их Н штук. Да, Н-мерное пространство. Пользуемся линейностью. Получаем сумма по К от 1 до Н, Х, К, Т умножить на f от Е, К, Т. И давайте мы функционал задается только лишь своими значениями на базисных векторах. Больше ничего не надо. Вот надо знать значения на базисных векторах. Больше ничего особо и не нужно, чтобы задать линейный функционал. Ну и давайте вот f с вектором, вектор, f1 с волной и так далее, f, n с волной. Вот. Так. А теперь давайте найдем норму этого функционала f. Вот сейчас будет самое интересное. Сейчас разные случаи давайте рассмотрим. Первый случай в п равно единице. Так. Ну. Значит, хотим найти норму f. Давайте даже подключим. f. Норма функционала. Ну, это получается f у нас из r1, n в r, да? Так. Норма функционала. То есть это супремум по всем хам, не превосходящим единицу, норму которых не превосходит единица. А тут возьмем, значит, здесь получаем вот это вот сумма х, К, Т на f, К, Т с волной. К от 1 до n. Ну, давайте оценивать. Значит, надо оценить. Меньше ли выравняется. Чем? Значит, норма х, это просто сумма модулей, да? Поэтому я могу так написать. Супремум по хам, не происходящим единицам. А здесь я возьму вот так. Сумма по К от 1 до n. Тут возьмем модуль х К, Това. А здесь возьмем максимум по всем К. Даже не по К, лучше уже. А, ну или можно вообще вынести вот так вот, да? Вот так вынесем. Давайте так еще здесь вот. Максимум по К от 1 до n. f, К, Т с волной. Правильно? Ой, никак. А, ну да, мы вынесли. Значит, здесь была сумма пока. Вот так вот, да? Ну, смотрите, вот это не превосходить единица, да? А все это равняется меньше, чем К от 1 до n. f, К, Т с волной. Но это же есть не что иное, как бесконечность нормы. Норма f с волной в пространстве rn с бесконечной нормой. Ну, осталось только показать, что эта норма достигается. Для этого возьмем f от Y, где Y следующим образом возьмем. Ну, давайте я вот так вот запишу. Значит, там надо взять одну единичку, остальные нолики. Единичку мы возьмем в том случае, если Y, К. Если К равен, давайте я вот так напишу, минимум из арг максимума по k от f, k, Т с волной. Вот. Значит, что здесь написано? Значит, вот надо взять максимальную координату в f с волной. Но если таких номер максимальной координаты... Давайте выберем k с волной тоже, чтобы здесь не повторялось, да? Значит, надо взять максимальную координату в f с волной. Но если таких несколько, возьмем с минимальным номером. Туда поставим единичку. Ну, и нолик иначе. Значит, единичку, если это точка максимума, f, k, Т с волной, да? То есть, максимальный номер, максимальная координата. И в противном случае ноль. Тогда f от Y будет, собственно, и равняться максимуму. f, k, Т с волной. Но при этом заметим, что норма Y равна единице. Да? Значит, f от Y. Ну, вот, поставлю модуль максимум. Отсюда что следует, что норма f больше либо равняется... А, ну, давайте, да, вот здесь пояснение сделаем. Так, сейчас у нас равняется как раз бесконечность норме f с волной, да? И отсюда следует, что норма f больше либо равняется норме f бесконечности. Ну, и отсюда вывод. Получаем, что при p равном единице норма f равняется бесконечность норме f с волной. Вот. Вот. Так, вот. Значит, вот так вот у нас будет находиться... Так, давайте, кстати, так можно записать. Можно вот так записать, что r1n сопряженная изоморфно-изометричная пространство r бесконечность n. То есть пространство r1 сопряженная, изоморфно-изометричная r бесконечность f. Ну, то есть между элементами останавливается взаимно однозначное соответствие с сохранением свойств линейных операций и нормы. Это вот знак, значит, изоморфно-изометричная. Так, ну, давайте дальше. p равно бесконечности. Так. Ну, тогда я утверждаю, что норма f равняется 1 норме f с волной. Давайте снова. Норма, вот, это супремум по всем иксам, бесконечность нормы, которых не превосходит единицы. А здесь сумма по k от 1 до n f катая с волной на x катая. Так, это меньше либо равняется. Опять берем супремум по всем иксам, норма которых не превосходит единицы. Здесь делаем так. Так, значит, сумма по k от 1 до n. Значит, что мы здесь можем сделать? Так, сейчас. Надо оценить, не очень грубо, да? Так. А, то есть здесь все просто. f катая с волной. А, то есть здесь вообще можем это супремум уже не писать. Смотрите. А, ну, давайте лучше так сделаем, да? f x катая, да? Норма x катая, так? Ну, а теперь мы что можем сделать? Мы теперь все x катые ограничиваем единичками, да? И получаем, что это не превосходит сумма по k от 1 до n норма f катая. То есть есть не что иное, как 1 норма f с волной. Ну, теперь надо показать, что эта верхняя оценка достигается. Для этого возьмем элемент y равный. А, ну, здесь, значит, как надо взять y? y надо взять. А, да его взять нетрудно. Надо взять его вот так вот. Значит. Тут даже так легко можно сказать. y катая. Надо взять знак. f катая. А, так все. Надо просто взять знак f катая с волной, да? Если мы на знак умножим f катая, всегда будет в модуле f катого. Получается, y с волной будет равняться просто сумме к кат на 1 до n. Модуль f катая с волной. То есть это есть не что иное, как 1 норма f. Замечаем, что y у нас, норма y равна единичке, да? Ну, следовательно, норма f больше либо равнее, чем норма f с волной. Так, вот. Случай p бесконечности рассмотрели. И, наконец... И, наконец, дальше, значит... Так, третий случай, когда p от 1 до бесконечности, да. Теперь, значит, норму f запишем. Снова это получается супремум по иксам. Но здесь уже p норма. И происходящий вид здесь будет сумма по k от 1 до n. f катая с волной. И здесь мы для оценки теперь воспользуемся неравенством Гюльдера. Помните, вот такое неравенство? Значит, мы его вот в таком виде применим. Это не превосходит следующего. Сумма по k от 1 до n f катая в степени q умножить на сумму по k от 1 до n x катая в степени p. Здесь, да, я думаю, надо поставить. Здесь x катая в степени p. Все в степени цена p. Так, вот это вот, это есть, что это норма x. p норма x, да. А вот это q норма. То есть, получаем, что это меньше либо равняется, чем q норма f с волной умножить на p норму x. А, ну так она же ограничена единица. Все, да, значит, давайте. Здесь вот супремум, да, супремум. Не стал здесь супремум переписывать. Значит, норма f не превосходит, а с волной. Ну и осталось теперь показать, что эта оценка достигла. Здесь надо так, немножко хитрым образом взять f с волной. А именно, f катая надо взять так вот. Так, сейчас, дайте-ка я соображу. Значит, что здесь, ну здесь, здесь надо взять сумму по l от 1 до n. f все это в степени единицы, деленное на p. А тут надо взять f. lt в степени, по модулю, в степени q, деленное на p. Ну, смотри, теперь мы все это в степень p возводим, так. Возведем степень p. Здесь будет q, тут степень пропадет, потом сложим, будет единица. Да, то есть, ну, значит, отсюда видно, что норма f с волной равняется единице. Ну, и осталось вычислить f на элементе... Ой, это указывает... Сейчас. Ой, извините, не f, конечно, а x. x, да. x мы так определяем. Норма x. Норма x равняется... А, точнее, даже не x, мы же игрек там хотим, да. Игрек катает сюда, значит, опишем. Вот, значит, вот такой вот игрек в степени p, а теперь сюда все дело подставим. Вот сюда вот вычислим f от игрека. Так, значит, что получаем? Сумма p от 1 до n. Только здесь не l, а k, t. l, t, k, t. В смысле, k, t, здесь, да. Так, значит, f, k, t по модулю, значит, q на a, 1 плюс q, деленное на p. 1 плюс q, деленное на p. Так, немножечко сюда откроется. Вот, 1 плюс q, деленное на p, видно. Так, а здесь, а здесь вот знаменатель, да, будет сумма по l от 1 до n, f, l, t в степени c на p. Ну, вот, тут сейчас давайте вот эту сумму можно сюда, взаменатель записать, l от 1 до n, f, l, t, по модулю, то есть, в степени q, все это в степени c на p. А тут, видите, тоже сумма получается, ok от 1 до n. И здесь давайте вот такой вот трюк сделаем. Мы сейчас q тут вынесем. q вынесем. f, k, t с волной, значит, q выносим. А здесь оставляем единица на q плюс единица на p. Единица на q плюс единица на p – это единица, да. Значит, это 1. И тогда здесь получается сумма степеней в степени q. То есть, все это будет сумма p от 1 до n, f, l, t с волной по модулю. Видите, одно и то же получается, только степени разные. И все это в степени 1 минус единица на p. Но ведь 1 минус единица на p – это единица на q. То есть, это есть, это есть единица на q, это есть q норма f с волной. Таким образом, мы доказали, что r сопряженная, изоморфно-изометричная, r q сопряженного. Причем p здесь от 1 до бесконечности, причем и бесконечности тоже можно брать. Так, далее. Аналогично можно проверить, что l, p сопряженная равняется изоморфно-изометричная, r q, но когда p принадлежит от 1 до бесконечности. Вот это аналогично самостоятельно. Проверьте, здесь, в принципе, принцип построения абсолютно тот же самый. Абсолютно тот же самый принцип построения, но просто никакие надо сделать поправочки на бесконечно сходимый средов. Эти вещи надо аккуратно исследовать. Вот, далее. Ну, это уже без доказательства. Вот, l, p сопряженная, 0 от a до b. Множество функций интегрируемых в поле бега в степени p. Изоморфно-изометрично, l, q, a, b. Ну, это, да, это мы оставим без доказательства, но знать надо. Оно хоть без доказательства, но да, это вот входит в нашу программу. И задача, наверное, на это утверждение. Все вот эти утверждения называются формулами РИССа. Ну, в частности, вот смотрите, норма x, а, нет, норма f в l, p сопряженном совпадает с нормой f в а. Ну, тут что такое с волной, да, может, надо пояснить. Давайте я, наверное, поясню. Давайте я так вот, как теорема РИССа. Пишу. Теорема 1 РИССа, их там несколько будет. Значит, если f принадлежит l, p сопряженному, то f имеет вид, f от x равняется. Сумма по k от 1 до бесконечности, x, f, k, t с волной, на x, k, t. Ну, причем норма f равняется норме f с волной. Причем какой норме? Q норме, да? Q норме f с волной. Ну, где там 1 на p плюс 1 на q единица. Это p принадлежит от 1 до бесконечности. Причем бесконечности тоже можно брать. О, нет, 1 можно брать. То есть, тоже давайте поясним. При p равном 1, q равно бесконечности. Вот это все работает. Это вот первая теорема РИССа. Я вам предлагаю самостоятельно ее доказать, используя те же самые рассуждения, которые мы для конечномерных пространств делали. Так, вторая теорема РИССа без доказательства будет. Что если f принадлежит L большое, p от AB сопряженного, то существует функционал f с волной, принадлежащий LQ от AB. Опять же, где b принадлежит от 1 до бесконечности. Бесконечность не включается. Не включается бесконечность. Так, и f от x определяется по формуле интеграл от A до B. x от t в степени, очень пишу, x от t на f с волной от t до t. Ну, померили веком, может. Запишем, где норма f, причем норма f равняется q норме f с волной. Вот, это старая теорема РИССа. Значит, на нее задачки тоже могут быть, но мы ее не будем с вами доказывать. Давайте я вот сейчас, ладно, немножко такой не очень сложный пример. Почему мы, сейчас объясню, почему мы с вами в пространстве, значит, почему L бесконечность сопряженная, ну, точнее, вот давайте я вот, я вот что покажу. В пространстве L бесконечность сопряженная существует функционал f, где что я пишу, вот, значит, существует f из пространства L сопряженная, такое, что не существует f с волной, последовательность такой, что f от x равняется сумма f катая с волной на x катая, пока от одного до бесконечности. То есть, вот, невозможно подобрать такой f с волной, чтобы для любого x, для любого x, чтобы для любого x f от x было равно сумме ряда. Вот, не существует такого функционала. Вот, сейчас давайте мы докажем. Как доказать? От противного. Значит, предположим. Нет, не от противного, в смысле, я вам сейчас конкретный пример приведу, а потом докажу, что не существует, да. Смотрите, вот, есть пространство c подножство L-бесконечность, так. Вот, c – это пространство сходящихся последовательностей. Ну, любая сходящаяся последовательность ограничена, да. И причем c является линейным многообразием. Давайте определим функционал f от x по правилу. Давайте f0 от x, так. предел при n, стремящейся бесконечности, xn. То есть, предел последовательности, да. Предел последовательности. Проверьте, что этот функционал является линейным и ограниченным. Ну, наш, более того, норма f0 равняется, но, значит, практически очевидно, да. Если мы берем последовательности, все элементы которых не превосходят по модуле единицы, то и предел не превосходит единицы, да. Значит, норма этого функционала равняется. Вот он определен в таком линейном многообразии, сходящейся последовательности. Ну, с другой стороны, значит, вот, вот, проверьте, да. Он линейный, ну, предел же линейной операции, да. Предел суммы, сумма пределов, константу можно выносить, да. Значит, ограниченность следует из того, что если все x играют, значит, норма здесь какая? Норма x, это есть супремум, по всем k от x катова. Да, то есть, если все элементы не превосходят единицы, то вот, значит, и предел не превосходят единицы. Значит, вот такой вот линейный ограниченный функционал. Линейность ограниченность есть. А вот тут как раз у нас теорема Ханна-Банаха спасает. По теореме Ханна-Банаха существует функционал рев из L сопряженного, да. То есть, вот, F0 был определен на C, а F будет определен на всем L бесконечности, который функционал F0. И при этом норма F равняет норме F0. Да, вот, можно продолжить функционал на все пространство, садящиеся последовательностям, без увеличения нормы. Так, значит, вот, функционал есть. Теперь, да, предположим, значит, вот теперь мы докажем, что не существует F с волной такой, что выполнено вот это вот равенство звездочкой, да. А как доказать? От противного. Предположим, что F от Х равняется сумме по кат на воду Н, F кат с волной на Х кат. А теперь я сделаю следующее. Я возьму такую последность ХН. И вот так. Смотрите, сначала идут нолики, Н штук. Потом идут единички. Тогда что получается? F от ХН-ного. С одной стороны всегда единица, это же предел, да. Тем более все элементы, они принадлежат СН-Левому. Да, я тут даже ничего продолжать. На данный исходном пространстве определены. С другой стороны у нас же Х-ы вот такие, да. Значит, вот мы сюда подставляем эти Х-ы, получаем сумма. И тут останутся слагаемые, начиная с Н плюс первого. F кат с волной. Ну, вот такой ряд. Точнее, вот смотрите, у нас как бы вот получается, вот то, что здесь написано, это есть остаток ряда. Остаток ряда. Если мы эту устремим бесконечность, то остаток ряда должен сходиться к нулю. Но это же всегда единица тождественная. Единица не равна нулю. Получаем противоречие. Соответственно, вот этот функционал невозможно представить в виде такой суммы. Это вот объясняет, почему сопряженное пространство к L-бесконечность не является пространством L1. Более того, еще одно замечание. Можно доказать, что сопряженное, пространство сопряженное к несепарабельному, сопряженное к несепарабельному, а L-бесконечность не сепарабельное пространство. Поэтому сопряженное к нему, к его уж точно не может быть L1. Вот. Ну, это вот, ну, кому интересно, можете, кстати, попробовать доказать. Это хорошее такое упражнение. Там тоже тереба ханабанаха применяется, чтобы доказать. Так. Так, что там, какой-то вопрос, что ли, был? Ой, я что-то пропустил, да? Степени P. Так. Так, это вы там спрашивали, это самый, как он называется-то. Он отыграли? Я не помню. Давайте еще раз напишу. Значит. Вот так, да? Ой, сейчас так. А, я там P, что ли, пропустил, да? Ну, вот оно. Вот оно, да. Так, про это был вопрос или нет? Георгия. Так, Георгия, это имели в виду? Ну, ладно. Я, может быть, там сидит, где-то P пропустил. Вот. Ну, это норма в пространстве, как бы, большая. Так. Хорошо. Отлично, отлично. Ну, давайте еще одну теорию Муриса для гибертовых пространств. Еще одна теория Муриса. Это, на самом деле, много. Третья там или какая. Ну, не суть важна. Еще один вариант теория Муриса. Значит, пусть H – это гибертовое пространство. Тогда для любого линейного ограниченного функционала на H существует единственный элемент х0 из H, такой, что F от A. Давайте лучше не х0. F0, такой, что F от A. Зачем? F с волной, да. Точно. F с волной на х. То есть, с гибертовым пространством любой линейный ограниченный функционал задается с помощью скалярного. При этом норма F равняется норме F с волной. Доказательство. Ну, первый случай. Значит, если F от х тождественной 0, то что тут доказывать? F с волной тоже тождественной 0, да? Кроме того, он единственный, да? Там не может быть такого, чтобы там еще что-то было. Если не 0, то будут и не нулевые. Поэтому рассматриваем случай. Значит, первый случай. Второй случай. Значит, существует х, такой, что F. Давайте не х, лучше. Существует у, такой, что F от у не 0. Так. Ну вот. Пусть существует у, такой, что F от 3 не 0. Давайте я через L обозначу множество х. Таких, что F от х равно 0. Заметим, что это линейное пространство. Так. Теперь я вот что сделаю. Смотрите. Смотрите. Я возьму произвольный х и введу элемент х минус вот и введу элемент так, сейчас х. так так сейчас вот x произвольный элемент пространства я хочу сделать так чего немножко преобразовать а дальше рассматриваем такой элемент давайте вот здесь вот чтобы x нам стоит f от x умножить на y а знаете что вот точно здесь уточним давайте не просто не 0 а единица но всегда можно если есть не нулевой то есть и единичный точно вот существует и такое что f от 1 единица и теперь вот такой вот элемент рассмотрим x минус f от x умножить на y давайте я его z назову я утверждаю что z принадлежит l но почему потому что f от z равняется f от x минус f от x это уже константа на f от y f от y к единице значит ноль это z принадлежит l так значит раз z принадлежит l то так так z умножить на икс с А, еще одно условие, которое нам нужно. Мы всегда можем взять перпендикуляр к L, по теории существует перпендикуляр к L, ну а потом его просто немножечко нормируем так, чтобы F от L было равно единице. Вот всегда это можно сделать, я считаю, что это всегда можно сделать, чтобы эти условия были выполнены. Я думаю, что-то не хватает, этого слова не хватает. А раз это так, Y-то перпендикулярен L, значит Z на Y есть 0. А значит X на Y, вот здесь умножаем теперь вот это вот равенство, да, минус F от X на Y, Y равняется 0. Следовательно, F от X равняется X, Y поделить на норму Y, Y. То есть можно так переписать, Y деленное на норму Y в квадрате умноженное на X. Видите, скалярное произведение, да, и получается вот F с волной равняется единице на норму Y в квадрате и на Y. Вот он этот, значит, функционал, который мы искали. Так, ну, осталось показать, значит, смотрите, он, теперь надо найти его норму. Ну, норма F, или лучше вот так вот написать, F от X меньше либо равняется чем? Это есть по определению, да, F с волной на X, значит, неравенство Каши Буняковского. Норма F на норму X. Ну, следовательно, норма F не превосходит норму F с волной. Так, значит, это в эту сторону доказали. Сейчас надо показать, что оценка достигается. Ну, для этого я вот что сделаю. Так, стереть-то, ну, значит, вот про Y мы уже все знаем, да. Так, вот эти формулировки в теореме так мне хочется стирать. Значит, в одну сторону показали. А теперь давайте я вычислю F от F с волной и поделю это на норму F с волной. Вот так вот, да, F на F с волной, поделю это на норму F с волной. Значит, что получаем? Так. Так, значит, вот норма F с волной. Так, сюда подставляем. Здесь будет Y деленное на Y, Y деленное на норму Y. А тут что будет? Норма F с волной. Это корень, да, из Y деленное на норму Y и Y деленное на норму Y. Вот F с волной просто поставили. Что это есть вот Y, да? А, ну, смотрите. Это будет корень из Y на норму Y и Y деленное на норму Y. Равно. Ну, значит, единица на норму Y выносится, да. Смотрите, выносится дважды, да, потом корень извлекаем. А здесь остается корень из Y на Y, то есть это норма Y. Так, что-то сейчас, одну минутку. А, куда все пропало? А, ну, нет, все правильно, все правильно. А, так вообще лишнее, да? А это, собственно говоря, есть норма F с волной, да? А, ну да, вот она, норма F с волной. Корень из скалярного квадрата. Следовательно, норма F больше либо равняется, чем норма F с волной. Вот в обе стороны показали. Значит, норма F равняется норме F с волной. Ну, и последний шаг осталось доказать единственность. Единственность, как обычно, доказываем от противного. Значит, ну, пусть существует еще F штрих. Такое, что F от X равняется F штрих X. Для любого X. Ну, тогда, для любого X из H выполнено F штрих на X равняется F от X. Так. А, значит, F штрих минус F на X равняется 0 для любого X. Значит, для любого X F штрих минус F на X равняется 0. А когда это возможно? Только когда F минус F штрих есть 0. Да, потому что если это не 0, ну, мы можем взять тот же самый элемент и вместо X взять квадрат. А, значит, получаем, что F минус F штрих только F с волной. F штрих обязан быть равно F с волной. Вот. Единственность доказана. То есть, Гильбертово пространство всегда самосопряженное. То есть, что это значит? Что сопряженная кашь и заморфно-изиметричная кашь. Это вот особенность Гильбертово пространства. Вот такая вот там интересная, значит, геометрия. Сопряженное пространство впадает с исходным. Да еще и любой линейно-эграничный функционал может создать в виде скалярного произведения электроэлементов. Так. Ну что, вопросы? Вопросы есть? Так, все ли понятно? Так, сложности сегодня было? Давайте я в заключение, поскольку уже как бы пора этим заниматься. На семинарах эти многие делают. Я вам дам определение, которое уже надо использовать. Значит, мы будем говорить, что последствия сходится слабо к Х. Ну, в нормированном пространстве. Значит, W – это слабая сходимость. Значит, сходится слабо. Если для любого линейного граничного функционала на Х, Ф от Х, Н-ного сходится к Ф от Х. Ну, и будем говорить, что Х, Н-ное сходится сильно к Х. Ну, если норма Х, Н-ного минус Х сходится к нулю. Значит, ну, простое утверждение. Из сильной сходимости следует слабая. Если Х, Н-ное сходится сильная, то и Х, Н-ное сходится и слабо к Х. Ну, потому что Ф от Х, Н-ного минус Ф от Х – это есть Ф от Х, Н-ного минус Х в силу линейного граничного функционала. И по свойству нормы – это норма Ф на Х, Н-ное минус Х. Но мы уже предположили, что есть сильная сходимость, значит, норма к нулю устремится. Следует, на какой бы мы ни взяли Ф, Ф от Х, Н-ного будет сходиться с Ф от Х. Значит, есть и слабая сходимость. И еще сюда же. Еще одно утверждение. Слабый предел единственный. Значит, то есть, если Х, Н-ное сходится слабо к Х, Х, Н-ное сходится слабо к У, то Х равен У. Почему? Ну, значит, Ф от Х, Н-ного сходится к Ф от Х. Для любого Ф. Да, для любого Ф. И Ф от Х, Н-ного сходится к Ф от У. Но ведь это, вот это же, это и числовые последовательности, а у них предел единственный. Значит, Ф от Х равняется Ф от У. То есть, Ф от Х минус У равняется нулю. Для любых Ф из сопряженного пространства. А впоследствии с теоремой Ханнабана, Х, видите, какая важная теорема, кругом применяется, Х минус У может быть только ноль. Значит, Х равен У. Слабый предел единственный. Ну и вот давайте упражнение. В конечномерных пространствах сильный предел совпадает со слабым. В конечномерных пространствах значит, сильная и слабая сходимость эквивалентны. А вот в конечномерных пространстве может быть не так. Вот возьмем пространство Л2 и в нем возьмем такую последовательность. Е, Н. Ну, где Е, Н, все нолики, и яичко на Н месте. Значит, вот тут получается Н минус один нолик, и на Н месте единица. Тогда смотрите, что получается. Ф от Е, Н будет равняться Ф, Н с волной. И оно стремится к нулю. То есть, Е, Н слабо сходится к нулю, поскольку Ф, Н это элемент сходящегося ряда. Точнее, сумма квадратов сходится, но значит, самый ряд тоже сходится. Значит, слабая эта последовательность сходится к нулю, а сильная она не сходится к нулю, поскольку Е, Н минус Е, Н равно единица. 3, Н, не равна Н. То есть, эта последовательность нефундаментальна. Нефундаментальная. А сходящая последовательность всегда фундаментальная. Но, следовательно, Е, Н не сходится никуда. Не сходится сильно. Видите, в бесконечномерных пространствах возможно такое, что функционал сходится слабо, но сильно не сходится. Так. Вот. Ну, значит, вот. Значит, вы теперь уже потихонечку можете приступать к семинару «Сильная слабая сходимость». Но, скорее всего, по многим группам его уже провели. Я вот, смотри, тоже его провел. Немножко вперед забежал. Но, тем не менее, вот необходимый теоретический минимум. Сейчас вот на доске написано. Значит, в следующий раз я, наверное, еще чуть-чуть расскажу про второе сопряжение пространства и пару слов там без доказательств про структуру сопряженного пространства и пространства непрерывных функций. Вот. Ну, нет вопросов. Все ясно. Продолжение следует...